всем привет утренний манхэттен в день после выборов почет голосов еще происходит на улицах все спокойно ну вот я ехал сейчас в автобусе правда был не очень спокойный пассажир темнокожий парень который я еще сел я обычно ближе к водителю сажусь а здесь сел подальше как-то так автомате и получилось что я ближе всего сидел к этому парню и он что-то сильно выкрикивал трудно было понять что по словам нецензурные слова ну и трампа тоже там материл по результатам пока ничего не понятно байден вот я смотрел то сейчас twitter читал только что что у них победа уже все как бы в руках трамп раньше об этом говорил еще часов 5 назад под утро что тоже победа у него но сейчас еще далеко до победы одному и второму потому что не посчитаны несколько штатов и можно сказать что борется за каждый голос система выборов сша очень запутанная об этом уже не раз говорил помимо того что голосуют выборщики еще есть штаты в которых выборщики принимают решения как по кругам так и по количеству проголосовавших то есть это у каждого штата своя конституция свои правила и как давно сложилось так и не меняют да вот все все очень сложно нужно прочитать не одну статью на википедии не только чтобы разобраться я вчера вечером пришел домой с работы и как раз попытался прочесть кстати обновить в голове систему выборов америки не раз уже читал и все равно забываю что есть очень много моментов которые непонятны даже американцы это что там я иммигрант а американцы не все понимают как это работает поэтому ждем окончательных результатов но я рад что нет никаких беспорядков во всяком случае здесь в даунтауне я так понимаю что вот это все снимут в ближайшее время хотя опять же все может быть да сейчас нет а завтра могут быть ну ожидали все что сегодня уже все произойдет но я даже так подумывала может не пойти сегодня на работу но но пошел хотя людей сегодня меньше на улицах чем вчера я примерно в это же время вчера пошел и ей было вчера чуть-чуть побольше так и бегаю быстро-быстро пока машин нет можно ладно я наверно буду отключаться будем следить за результатами дальше если у кого-то какие то есть вопросы по иммиграции не забывайте писать на нас в ватсап плюс 1 646 477 05 00 у нас сейчас классная программа появилась для дальнобойщиков которые уже в Америке находятся и имеют права сидел то есть например приехал подал на убежище долго ждешь надоело хочешь грин карту не через убежище чтобы можно было поехать домой без проблем без всяких ограничений поэтому останавливаем убежище и можно получить грин карту через работодателя уже есть примеры клиентов все хорошо закончилось люди получили документы у нас есть сейчас 7 компаний тоже огромная работа проделана из нескольких сотен компаний которые траковые большие 7 есть которые как раз предоставляют такую услугу получить грин карту через работодателя то есть они поступают работодателями готовится петиция в департамент труда потом это одобряется петиция и перман называется и дальше палится грин карта через EB3 программу так что обращайтесь никакие выборы иммиграцию в Америку не остановят кто-то говорил что это трупы лежат от коронавируса нет это просто мусор но шутка хорошая очень хорошо влияет на мозг россиян которые ненавидят Америку а таких очень много когда смотришь много Киселева то можно и поверить и в трупы все наш офис 28 Либерти Стрит я побежал пока Субтитры сделал DimaTorzok